Что ты имеешь в виду под разницей между верой и религией? Вера — это просто вера. Я думаю, что веру можно черпать практически из всего. А религия — это скорее больше для организации. Но я не против этого. Я думаю... Я думаю, что можно подчерпнуть много полезного из Библии, из десяти заповедей, к примеру. Быть хорошим человеком и хорошо относиться к своим соседям и так далее. Просто чтобы понять, ты веришь в Создателя? Я не знаю. Как это? Я не знаю, что значит верить. Нет, то, что я имею в виду, ты принимаешь, что Создатель существует. Нет-нет, не переживай, я здесь чисто, чтобы подискутировать. Я здесь не для проблем. Я не говорю, что я прав, а он не прав. Да-да, у нас просто дискуссия, уважительная дискуссия. Знаешь, это одна из причин, по которой я продолжаю возвращаться сюда. Потому что приятно поговорить с такими людьми, как ты, уважительными людьми. У нас хорошая дискуссия. Мы обмениваемся идеями. Я здесь в основном, чтобы попробовать объяснить. Потому что, знаешь, я верю, что ислам – это истина. Хорошо. Я здесь потому, что часть моего учения говорит, что ты должен получить шанс, чтобы спастись. И получить спасение от Творца. И затем делиться тем же с остальными людьми. Но хорошим образом. Поэтому Аллах сказал в Коране. Я скажу на арабском, потом переведу тебе смысл стиха. Аллах сказал в Суре Ан-Нахал. Что значит «Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием, и веди спор с ними наилучшим образом». И возвращаясь к тому, что я имею в виду, ты принимаешь, что Создатель существует. То есть, есть кто-то, кто создал это потрясающее, красивое, организованное творение. То есть, этот мир и всё остальное? Да, этот мир. Я думаю, что это очень большой и сложный вопрос для моего понимания. Ты так думаешь? Я думаю, это очень просто. Потому что если я вижу... Может быть... Кстати, как твое имя? Мэтью. Меня зовут Шамси. Приятно познакомиться, Мэтью. К чему я клоню Мэтью? Если я вижу камеру где-нибудь, не знаю, на улице или в пустыне, я вижу камеру. Или представь себе, в пустыне я вижу красивый и спроектированный дом. Знаешь, мне не нужно видеть человека, чтобы прийти к выводу, что этот дом был построен кем-то, кто обладает знанием. Почему? Потому что ты можешь видеть следствие или проявление его знаний в этом доме. Факт того, что у этого дома есть фундамент, есть столбы, есть потолок... Значит, человек знал, чтобы удерживать потолок, должны быть несущие столбы. И тем самым ты можешь видеть знания человека, который построил его. Следствие его знаний проявляется и в его строении. И это просто небольшой дом. А что насчёт этой огромной вселенной? Что насчёт нас? Поэтому Коран учит нас не просто верить в Бога. Но Бог излагает логические и рациональные аргументы, чтобы показать людям, что Он есть, и Он Создатель, и Он Господь. И Он тот, кто заслуживает поклонения. Ты ведь понимаешь? Да-да. Например, Аллах сказал в Коране есть сура, которая называется «Инсан», что означает «человек». Аллах имеет в виду, что ты и я живы и доказательства того, что Создатель существует. Потому что в Коране Аллах учит нас. «Ам хуликум мин хайри шей'ин ам хумуль холикун». Неужели они были сотворены сами по себе? То есть из ничего. Это первый вариант. Задай себе вопрос. Неужели я был создан из ничего? Ведь ничего – это отсутствие чего-либо. И оно не может ничего создать. Ты ведь понимаешь? Или же ты сам создал себя? Задай себе вопрос. Как я пришел в существование? Неужели я сам создал себя? Но это является противоречием. Потому что если ты уже существовал, тебе не нужно создавать себя. Ты ведь понимаешь? И если тебя не существовало, тогда тебе не нужен кто-то другой, чтобы привести тебя к существованию. Потому что ты не существовал. Ты со мной? Это имеет смысл? Да, да. И Аллах продолжает. Или же это они сотворили небеса и землю? Смотри. Если мы не были созданы ничем, и если мы никогда не создавали сами себя, и мы не создавали небеса и землю, и тогда последний, оставшийся вариант, который является рациональным, у нас должен быть создатель. Это логический аргумент, от которого не уйти. Да, это логический аргумент. Да, это рациональный и логический аргумент. Но я все еще не знаю, я не знаю. Я могу посмотреть на все эти три варианта, но я не знаю, какой из них. Я не знаю. Да, но приведи другие варианты. Знаешь, есть два типа знания. Которые мы знаем? Есть два способа. Но это варианты, которые мы знаем, которые может использовать наш мозг. Нет, нет. Сначала дослушать. Есть два способа узнать что-то. Чтобы что-то узнать, вы должны наблюдать это своими глазами, либо за последствиями чего-либо. Хорошо? Да. И как я уже упоминал, если я увижу младенца посреди пустыни, либо кто-то оставил его, либо младенец появился из ниоткуда. Только два варианта, и не существует других. Я думаю, этот аргумент, если мы можем увидеть младенца, мы можем увидеть лишь только ультрафиолетовый свет. А если посмотреть с точки зрения духовного существования, я думаю, там много чего происходит. Может, там есть Создатель, может, есть что-то еще. Мы можем только ощутить определенный уровень сознания. Если есть более высокое сознание. Если есть более высокое сознание. Но смотри, я не термин «высшее сознание» или «создатель». Думаю, это слишком сложно. Нет-нет. Аставь пока термин в сторону. То, что я имею в виду, у этого творения нет возможности появиться или быть созданным без Создателя. Нет возможности. Да, вероятно, вероятно. Нет, невероятно. Это просто невозможно. Ладно, вероятно для тебя. Нет, Мэтью. Есть только два варианта. Либо это творение было создано ничем, либо оно было создано Создателем. А тогда кто создал Создателя? Мы придем к этому. Мы придем к этому. Так что, во-первых, либо это творение возникло из ничего, но ничто — это даже не вещь, чтобы создать что-то. Ты понимаешь? Ничто даже не является вещью. Это лишь концепт, не говоря уже о том, чтобы дать чему-то жизнь. Его даже не существует. Либо второй вариант творения было создано Создателем, который обладал силой и знанием, волей и мудростью. Почему мы упоминаем эти атрибуты? Потому что мы можем видеть их в творениях. Для меня, стремящегося узнать немного больше... Да. Создатель сотворил Землю и все, что находится в ней. А что насчет вещей, которые находятся в космосе? Что ты имеешь в виду под космосом? То есть разные планеты и существа на них. Да, есть другие создания. В Коране упоминается об этом. Аллах сказал... И Он создал вещи, которые вы не знаете. Да, понял. То есть есть создания, которых сотворил Аллах, о которых мы не знаем. Мы не знаем о них. Аллах сообщил нам только о некоторых Его творениях. Есть много творений, о которых мы не знаем, понимаешь? То, что я хотел сказать, Бог дал нам две вещи. Или инструменты, которые Бог дал нам, чтобы мы могли использовать их, чтобы прийти к выводам. Во-первых, наши естественные склонности... Что такое естественные склонности? Например, естественно, я знаю, и мне не нужно ходить в школу или колледж или университет, чтобы знать, что я не должен иметь половые отношения со своей матерью. Мне не нужно учиться этому. Но это врожденное во мне чувство, что это неправильно. И естественно, я знаю, если я увижу, что кто-то наступает ребенку на голову, это угнетение. Это в моем естестве. И для этого мне не нужно быть христианином или евреем или мусульманином или индуистом. Это называется естественной склонности. И также, естественно, я знаю, если я увижу дом посреди пустыни, что у него должен быть творец. Мне не нужно быть христианином, мусульманином или атеистом, чтобы прийти к выводу, что у этого спроектированного и хорошо организованного дома должен быть создатель. Хорошо? Точно так же, как у нашего интеллекта и наших чувств. Поэтому в Коране Аллах всегда говорит нам, используй свой разум, используй свой интеллект. Поэтому в исламе любая вещь, которая вредит разуму, запрещена. Знаешь почему? Потому что это то, что отличает нас от животных созданий. Знаешь ли ты других созданий, кроме нас, которые делают камеры? Или айфоны? Видишь, о чём я? Поэтому в Коране Аллах сказал, «Мы почтили сынов Адама и даровали им явное превосходство над многими другими творениями». Ладно. И ты можешь наблюдать это. Люди создают вещи, которые другие творения не могут делать, как животные и так далее. Поэтому, возвращаясь, я хочу сказать, когда ты говоришь, «Я не знаю, я не знаю». Нет. Я не говорю, что я заставляю тебя. Но есть вещи, у которых нет других вариантов. Либо то, либо это. И не может быть других вариантов. Либо это творение было создано Творцом, который обладал знанием, силой, волей и мудростью, либо оно было создано из ничего. Но кто этот Создатель? Что? Кто этот Создатель? Но сначала давай примем, что Создатель существует. Да, да. Это сначала. Да, я понял. Мэтью, сначала ты должен подтвердить. Потому что, например, если ты не принимаешь, что кто-то сделал эту камеру, нет смысла говорить о том, какой у него размер обуви. Прежде всего, нужно установить. И когда мы установим, и тогда уже можно переходить к тому, кто этот Создатель. Значит, Создатель для себя – это не чудо или Большой Взрыв? Ладно. Что такое Большой Взрыв? То, что говорит наука. Но Большой Взрыв ведь не действующее лицо. Но в этом вся прелесть. Его невозможно объяснить. Нет. Давай проанализируем. Проанализируем Большой Взрыв. Что такое Большой Взрыв? Это действие или действующее лицо? Предположительно, это должно быть явление. Большой Взрыв – это действие или явление. У Большого Взрыва нет разума или воли. Но это и явление или эффект. Да, это эффект. Да, это эффект. Если это эффект, как он может что-то создать? Ведь эффект не может действовать в реальности. Но должно быть действующее лицо, которое производит этот эффект. Видишь? Это как будто я спрашиваю, кто создал эту камеру. И он говорит «ходьба». Но ходьба – это действие. Да. Но это называется действие. Но кто совершил это действие? Видишь? Поэтому, когда ты размышляешь о творении, посмотри хотя бы на нас. Как я уже упоминал много раз, у нас есть нос рядом со ртом. Почему? Чтобы перед тем, как поесть, чувствовать запах пищи. И у нас есть очень мобильные локти, чтобы мы могли двигать руками. И у нас есть брови над нашими глазами. Почему? Чтобы защитить глаза от пота. Потому что пот содержит соль. И у нас нет зубов в наших глазах. Поэтому Аллах сказал в Коране «Ва фиаэм фусикум афаляту баширун». А также в вас самих есть знамение о вашем Творце, которому вы должны поклоняться. Неужели вы не видите? Но, знаешь, я… Ты ведь размышляешь? Да, я размышляю. Это хорошо. Я сделаю выводы из этой дискуссии. Есть ещё кое-что. Ты пытаешься быть логичным, но у нас были хвосты, и мы могли плавать под водой. А сейчас мы не можем делать этого. Поэтому очевидно, что идеи наших бровей и зубов и других вещей имеют смысл. Потому что мы используем их. Так ты веришь в теорию эволюции Дарвина? Да, да, да. Ты серьёзно, Мэтью? Да, я верю в это. Знаешь, я не верю, что теория Дарвина достоверна. Почему? Для начала, давай проанализируем, что такое научный метод. Определение научного метода, как написано в книге. Это набор данных, основанных на наблюдении экспериментов, приходящих к одному и тому же выводу. То есть вы экспериментируете и приходите к одному и тому же выводу каждый раз. Так что давай проанализируем. Есть ли кто-либо из учёных, который наблюдал, как один вид эволюционировал в совершенно другой вид? Нет, никто не наблюдал этого. И даже Ричард Доккен сказал, когда его поставили перед фактом, он сказал, «Нет, мы не живём так долго, поэтому мы не можем этого видеть». Но ты говоришь мне, что нет ни одного вида животных, которые были живы в течение миллионов лет, и именно сейчас они решили обратиться в людей или что-то ещё. Но ты знаешь лучше меня. Сам я не знаю. Не-не, поэтому я говорю тебе, знаешь, когда ты смотришь на ислам, я говорю это не потому, что я мусульманин, но когда ты смотришь на ислам, ислам соответствует нашему здравому смыслу и нашим естественным склонностям. То есть у всех этих творений должен быть творец. Но разве не то же самое в других религиях? Да, конечно. Что особенного в исламе? Потому что, как я уже упоминал, когда дело доходит до веры, у нас всё просто. Есть один Создатель, один Бог, обладающий силой, знанием, волей и мудростью и другими атрибутами. И Он создаёт эти творения, основываясь на Его мудрости и щедрости. И Он послал пророков и посланников, чтобы научить нас, какова наша цель в этой жизни. Например, поклоняться Ему и быть благодарным Ему. И, как всегда, я привожу пример. Если я дам тебе 2 миллиона фунтов, что ты скажешь мне? Большое спасибо. Это большие деньги, не так ли? Но если я дам тебе 2 миллиона фунтов, но с условием отдать мне твои глаза, ты сделаешь это? Ты не сделаешь этого, потому что твои глаза более ценны, чем 2 миллиона фунтов. Так почему мы неблагодарны тому, который дал нам эти глаза бесплатно? Почему мы неблагодарны Ему? Да. И вопрос, который мы должны задать себе, какой правильный способ быть благодарным Ему? Я всегда привожу пример. Если я хочу купить подарок моей маме, я куплю подарок, который нравится моей маме, не который нравится мне. И также мы должны поклоняться Творцу, так как хочет Он, не так, как хотим мы. Но в первую очередь, Матью, нет сомнения, что существует Творец для этого творения. И также, когда ты смотришь на пророков и посланников, Иисус, Моисей, Авраам, Ной, Яков, Исаак, эти пророки и посланники Матью, они никогда не встречались друг с другом, пока проповедовали на земле. Но они пришли с одним и тем же посланием, поклоняйтесь одному Богу. И также есть другой способ доказать существование Создателя, который послал посланников и пророков. Если пророк Мохаммед был обычным человеком, то почему книга, с которой он пришел, и законы, с которыми он пришел, и пророчества, с которыми он пришел, или пророчества, с которыми он пришел, никто не смог сделать подобного? Например, он сказал, что придет время, когда вы увидите басых арабов, соревнующимися в строительстве самых высоких зданий. Пророк Мохаммед упомянул это 1400 лет назад. Сейчас мы можем наблюдать это в Дубае, в Катаре и других странах, особенно в пустынных. Они будут конкурировать в строительстве самых высоких зданий. И самое высокое здание в мире сегодня находится в Дубае. Да. И пророк Мохаммед также упомянул, что придет время, когда мусульмане будут использовать что-то наподобие коробок, чтобы доехать от дома до мечети. Подожди, как что-то наподобие коробок. Так что теперь ученые говорят, что он говорил именно об автомобилях. И также он упомянул, что арабы перестанут использовать верблюдов в качестве верхового животного. Если ты поедешь в арабские страны, ты увидишь, что до этого они использовали верблюдов, а сейчас используют автомобили. Поэтому, как мусульманин, я не верю, что ислам – это истина, потому что я родился мусульманином. Нет. Но потому что есть осязаемые и логические доказательства, а также рациональные доказательства, которыми мы можем поделиться с ним мусульманами и со всеми, чтобы показать вам, что ислам – это истина. Есть ли что-нибудь недостоверное? Ты про пророчество пророка Мухаммеда? Нет. Это невозможно. Почему? Потому что он был посланником Создателя Небес и Земли и того, что между ними. Если пророк Мухаммед передает что-то как откровение, он не может ошибаться, потому что творец знает все в деталях о своих творениях. Точно так же, как тот, кто сделал эту камеру, он знает о своей камере в деталях. Это логичные аргументы. Логичные аргументы. Да, справедливые аргументы. Было приятно. Да, приятно познакомиться, Мэтью. Мэтью, я могу дать тебе веб-сайт, чтобы ты проверил? Да, дай ему веб-сайт. Ассаляму алейкум, братья и шёстры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Я хочу продолжать переводить Закера Найка и другие лекции, потому что благодаря этим лекциям много людей приходят в ислам и осознают истину. И благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дауат. И иншаллах, Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум.